Вопросы проблемных подростков находятся на постоянном контроле у сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних. К сожалению, с некоторыми молодыми людьми юношеский максимализм иногда играет плохую шутку. И на первый взгляд пустяковая проблема перерастает в большой конфликт. Ведь, как известно, за преступлением всегда следует наказание. Сегодня такие ситуации были рассмотрены во время заседания. Как отмечали члены комиссии, среди основных рассматриваемых право нарушений распитие алкогольных напитков, мелкое хулиганство, кроме того, участили случаи нанесения рисунков на общественные здания. Ларьки, стены жилых домов, остановочные пункты. Особенно волнуют нас вопросы, когда мы рассматриваем административные дела по статье 9.10. Это уничтожение или умышленное повреждение имущества. Когда мы рассматриваем эти вопросы, то мы очень принципиально и жестко будем говорить так относимся к принятию решения. Потому что в основном к этой статье и к этим вопросам это относится к нанесению надписей на сооружениях, на павильонах. На сегодняшний день граффити – это у нас городская проблема. Рисуют везде, как и на остановках, на зданиях, на различных видов учреждениях. Рисуют, я вам хочу сказать, как и взрослые, так и дети. За это правонарушение мы уже привлекли около 50 человек. Штрафы по статье 10.9 до 50 базовых величин, но это не останавливает наших подростков и взрослых рисовать на зданиях. Даже последний случай был. В суде рассмотрели повторно. На взрослого разрисовал остановочный пункт. 7 миллионов штрафа ему дали. Немалое значение в профилактике правонарушения играет степень наказания. К сожалению, детская шалость в виде рисунка на стене дома или магазина обойдется родителям юного дарования значительной денежной суммой. Кроме того, подросток может попасть на учет. Тогда в ближайшем будущем о серьезной профессии можно забыть. Однако родители должны помнить о том, что именно хороший личный пример и достойное воспитание помогут избежать неприятных инцидентов. Надо сказать, что, к сожалению, участились такие вопросы, когда мы рассматриваем именно по статье 10.9 и привлекаем несовершеннолетних. Данная статья предусматривает наказание вынесения административного взыскания в размере до 50 базовых величин. Только совместно с жителями можем навести порядок. То есть не проходите мимо разрисовки зданий, если видите такие факты, потому что у нас, как правило, если нас не касается, мы не звоним в милицию, а только звоним тогда, обращаемся, когда что-то коснулось нас. Разрисовали наш ларек, разрисовали нашу машину, разрисовали наш гараж. Звоните в милицию, мы своевременно будем выявлять эти факты, приезжайте. А для тех, у кого есть желание рисовать и тем самым приносить пользу, есть хорошая возможность поучаствовать в доброй миссии. Регулярно организации города проводят конкурсы граффитистов, а лучшие работы художников украшают улицы нашего чистого и уютного города. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...